Привет! Вы слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?» Меня зовут Сева Бойко. Начиная с 24 февраля мы говорим в этом подкасте о войне и ее последствиях. Одно из них – введение военной цензуры в России. Так, предпринимателю Василю Баншакову грозит до пяти лет тюрьмы за публикацию антивоенного анекдота в соцсетях. Он считает, что стал жертвой доноса. А издание «Верстка» утверждает, что доносительство на критиков войны в России превратилось в массовое явнение. О материальной верстке мы поговорим чуть позже, а пока ко мне в студии присоединяется корреспондент BBC Наталья Зотова, которая связалась с Баншаковым и узнала подробности его истории. Наташа, привет! Привет! Ну, давай начнем с того, кто такой Василий Баншаков вообще. Василий Баншаков живет в городе Касимов Рязанской области. Ему 38 лет, и у него большая семья. У него трое детей, и на подходе четвертая его жена беременна. Он программист. Я так понимаю, что он программистом работает, но еще он и предприниматель местный. У него есть так называемое тайм-кафе в Касимове. Это место, где можно как бы платить за время и просто проводить время в хорошей обстановке, играть на стол, играть в мафию и так далее. Он сам объясняет, что это проект, как бы денег ему не приносящий. Он просто это сделал для того, чтобы молодежь в Касимове не спивалась от того, что некуда пойти и нечего делать. Да, анти-кафе это называлось в моем подростковом возрасте. Да-да. За что конкретно его приследуют? Что он такого сделал? Баншаков вообще довольно активно ведет ВКонтакте, именно ВКонтакте, и совершенно там, по моим ощущениям, не стесняется. Он пишет какие-то шутки, какие-то серьезные вещи про политику. Явно занимает антивоенную позицию. Это видно просто из его всех этих мнений. Он там, например, рассуждает о том, что в России не знают, что такое фашизм. Вот в стране, победившей фашизм, не знают признаков фашизма. А все потому, что СССР тоже был в каком-то смысле фашистским государством, пишет он. И шутит про дворец Путина. Когда же там откроют музей коррупции? И, видимо, эти высказывания раздражали его читателей, потому что на него начали писать доносы. Сначала еще весной, и по итогу Большакова оштрафовали за дискредитацию армии, но это было административное дело. Это было еще в 2022 году, да? Да. Осенью на него написали еще три доноса. По одному из них вот и заведено это самое дело за анекдот. А еще два вызвали проверку следственных органов, но пока никаких дел не заведено. Ну, адвокат как бы допускает, что еще будут дела. Анекдоты мы будем рассказывать? Я вспомнил, что в каком-то гламурном журнале на российском была рубрика «Красивая женщина рассказывает анекдот». Спасибо. Анекдот такой. Сергей, а почему мы отступаем из Херсона? Володя, ну ты же сам попросил очистить Украину от нацистов и фашистов. Ну, не самый смешной анекдот, наверное, хотя сардонический юмор здесь улавливается. В связи с этим вопрос. А мы понимаем, кому конкретно этот анекдот не понравился, что это за доносчик, который на него донес? Большаков говорит, что он не знает этих людей лично. Ну, он, видимо, в Касимове достаточно известная фигура. Вот он такой местный предприниматель. То есть вполне может быть, что незнакомые лично люди его читают, фоловят и сердятся. Можешь объяснить, пожалуйста, поподробнее, почему ему грозит уголовная статья, а не административная? Ведь мы знаем, что есть административная статья о дискредитации, и она довольно часто применяется. Об этом буквально через несколько минут поговорим. А тут уголовка. Да, статья о дискредитации устроена таким хитрым образом, что первый раз на человека заводят административку, то есть штрафуют просто. А вот если он за этот же год еще раз дискредитирует, как ни термия, то вот это уже автоматически становится уголовным делом. То есть как бы две административки превращаются в уголовку. И так с ним и случилось. И так случается со многими людьми в России. Сколько ему грозит максимально по этой статье? Три года тюрьмы. Тут еще довольно грустная история в том, что Большаков, будучи таким антивоенно настроенным человеком, хотел уехать из России. Более того, он из нее уехал. После начала мобилизации они с женой махнули рукой, сказали, ну все, хватит. Взяли своих троих детей в охапку и уехали в Турцию. И какое-то время они жили там. Собственно, он этот анекдот-то из Турции запостил. То есть как бы уже чувствуя, что ему ничего не грозит, что силовики там где-то остались далеко. Но потом они решили четвертого ребенка рожать в Аргентине. Это сейчас популярная тема, потому что в Аргентине гражданство получают по праву рождения. То есть ребенок сразу станет гражданином. И они хотели туда, в Южную Америку, уезжать навсегда. Но для этого нужно было там подсобрать денег, продать в России машину, собрать какие-то вот документы, что-то. И для этого они вернулись в Россию, думая, что буквально ненадолго приехали. Ну и тут уголовное дело. Он под подпиской о невыезде. У него забрали загранпаспорт. Ну то есть все, как бы уехать не получится. Внимание, вопрос. Какая тогда будет у него линия защиты? Адвокат, с которым я говорила, считает, что состава преступления тут нет. И что вообще эта статья дискриминационная. То есть она как бы не соответствует вообще-то конституции, которая свободу слова не отменяла. А с начала войны кого-то уже привлекали вообще за анекдоты? Ты сталкивалась с такими случаями? Ну потому что это ведь очевидно попахивает совершенно какой-то брежневщиной. Абсолютно попахивает, но нет. Это первый известный нам случай с начала войны. Обычно людей привлекают за серьёзные высказывания, за то, сколько людей погибло в драмтеатре в Мариуполе, когда его разбомбили российские ракеты или что-то подобное. Антрополог Александра Архипова, которая изучает в том числе вот такой современный фольклор, шутки, народные байки, она замечает тоже, что вот эта вот ситуация, когда шутка становится материалом для уголовного дела, это прям какой-то новый шаг, это какой-то сдвиг, какое-то расширение уже этой статьи о дискредитации, потому что такого вот с 24 февраля мы не наблюдали. Но раньше в России существовали дела за мемы, например. Ещё в 18-м году было несколько резонансных дел, когда люди постили или репостили мемы про религию. Это было по статье об оскорблении чувств верующих. Спасибо, Наташа. Это была моя конлега Наталья Зотова. Итак, герой её материала Василий Баншаков, лишь один из десятков россиян с антивоенной позицией, которых силовики стали преследовать после того, как на них донесны, к такому выводу пришло издание «Вёрстка». Моя конлега Юная Джеймс побеседовала о материальной верстке под названием «Время колокольчиков» с его редактором Алексеем Невченко. Алексей, спасибо вам большое, что согласились рассказать нам о тексте, который называется «Время колокольчиков, как россияне стали массово доносить на своих земляков, выразивших недовольство войной». Вы эту статью, насколько я понимаю, редактировали. Мы всегда стараемся поговорить с авторами статей, но, к сожалению, в этот раз это было невозможно. Почему? Действительно сложно нам было пригласить автора, мы ему предложили, но дело в том, что у нас автор живёт в России, работает в России, и в данном случае у нас каждый автор сам определяет степень своей безопасности, насколько ему безопасно публичить свою работу с независимыми медиа, насколько ему безопасно выходить в паблик. А как вы понимаете, автор, который пишет про доносы, понимает, насколько на самом деле ситуация может быть небезопасной. Насколько я понимаю, ей эта идея пришла, когда она сама столкнулась лично, значит, она пошла в салон красоты, и в этом салоне красоты она туда всё время ходит, там всегда она общается с мастерами, там какой-то живой разговор. А в этот раз она пошла в салон, и там все сидели тихо, и никто не разговаривал, и никто с ней ничего не обсуждал, и никакие новости, и она спросила, что случилось, после чего её мастер рассказал, что у нас была такая история, что тоже пришла женщина, ей делали прическу, и что-то там кто-то сказал про Украину, и, в общем, этого мастера в итоге тоже оштрафовали за дискредитацию, и приехала полиция. То есть через какое-то время кто-то из посетителей донёс, что там происходят какие-то нелегальные обсуждения, несанкционированные. После этого наша автор, она специализируется на изучении судебной практики в России, поэтому она решила изучить, что, в принципе, происходит с делами, которые связаны с такими доносами, и нашла достаточно много любопытных историй, плюс она нашла личные истории, потому что её знакомые тоже оказались в такой ситуации. То есть это исследование показало, что практика доносов начала после войны расширяться. То есть надо понимать, что, в принципе, доносы — это же не чисто там какое-то российское явление, и на самом деле люди часто стучат друг на друга, и соседи, и, в принципе, и в европейских странах такая практика очень распространена, но там, в основном, это связано с какими-то бытовыми историями, там, что кто-то шумел, ещё что-нибудь. Не соблюдал локдаун? Ну, например, да. А в авторитарной стране, да, где есть политические ограничения, конечно, практика доносов очень быстро вырождается в том, что люди начинают стучать друг на друга за разговоры, за мнения, но за то, за что в демократической стране никто стучать не будет, никакого в этом нет смысла. И поэтому она стала изучать эту практику и нашла достаточно много интересных кейсов. А вы могли бы рассказать самые яркие вот какие-то несколько примеров из статьи? Я, правда, до сих пор под впечатлением про салон красоты, вот, но расскажите нам ещё. Да, но на самом деле достаточно яркая такая в своей обыденности история, это вот история человека, который у нас он назван... Михаил Колокольников из Брянска. Михаил Колокольников, просто да, мы знаем как бы он настоящее имя, и нам пришлось его тоже поменять имя, потому что человек просто, ну, он с нами разговаривал, он опасался, что если он расскажет про эту историю независимому СМИ, то и к нему повторно придут люди, опять настучат или ещё что-нибудь. История у него обыденная и в то же время яркая. Человек просто пришёл в бар отметить старый Новый год в своём городе, и это региональный центр, и он, в общем-то, что-то там, может быть, чуть-чуть выпил, может быть, не очень чуть-чуть, но так или иначе, в общем, как обычно бывает часто в провинциальных горах, к нему подошёл другой человек, который стал как-то докапываться и стал что-то ему говорить. В общем, они слово за слово, и в итоге человек, который к нему подошёл, стал докапывать, сказал, что он приехал из СВО, как говорят в России. А, соответственно, человек, который, наш герой, который с ним спорил, сказал, ну, тогда я слава Украине. Возможно, он даже пошутил. Ну, в общем, вот так вот в итоге получилось, что вроде бы они как-то поговорили, как обычный такой, знаете, небольшой конфликт в баре, но через там некоторое время, достаточно скоро, к Михаилу подошли охранники, а под утро он и вовсе оказался в полиции. То есть его сдали в полицию, и дальше полиция проводила с ним профилактическую беседу, после чего передала дело в суд, где его, соответственно, оштрафовали на 50, по-моему, тысяч рублей. Ничего себе. Погулял в баре. Да. И вот, кстати, достаточно часто такие случаи действительно происходят в каких-то местах общепита, потому что вот такой же случай это краснодарский ресторан на дровах, где, соответственно, супруги пошли в ресторан и обсуждали Украину, и обсуждали... Там даже сложно сказать, насколько они как-то пристрастно это обсуждали, но так или иначе, вся эта история закончилась тем, что их тоже, значит, оштрафовали, привлекли... Сколько я помню, вот про супругов овчинников, это была довольно нашумевшая история в соцсетях, еще и потому, что они вообще разговаривали между собой, то есть человек, который на них настучал, просто не имел к этой беседе вообще никакого отношения, он просто мимо проходил и услышал, что они там что-то про Украину говорят. Да, но тут, в принципе, во всех этих историях часто не очень понятно, кто настучал в этом. То есть это часто какой-то, может быть, анонимный донос, и это совершенно не говорит, начало вот как в этом баре, там же тоже непонятно, кто на самом деле автор доноса, потому что есть такие примеры в школах часто, когда стучат... Кто-то стучит на учителей, там не всегда понятно, как это происходит, либо, наоборот, на детей. Интересный случай, когда человек ехал в машине и слушал червонок Алина просто громко, но и тоже как бы его оштрафовали, и кто-то просто из прохожих написал, что машина с таким номером, проверьте его. В мою голову не помещается, то есть вот эти люди звонят в полицию, и что они говорят, что звучит украинская песня, и что? И как бы поразительно то, что ты настолько часто слышишь о каких-то случаях, когда полиция, когда они нужны, она не приезжает там, не знаю, кого-то избивает, или какое-то домашнее насилие, да, происходит там раз в раз, а тут все сразу быстренько, я так понимаю, приезжают и разбираются. Скорее всего, есть просто какая-то, видимо, разнарядка, к таким делам относиться более внимательно, потому что, конечно, полиция сама по себе обычно не шевелится, если нет какого-то указания сверху. Значит, возможно, даже у них есть какие-то показатели, мы не знаем пока, это вопрос, который, наверное, нуждается в изучении дальнейшем, в том числе журналисткам. Иначе видно, что поскольку практика достаточно массовая, и она происходит в разных регионах страны, то есть, видимо, какие-то рекомендации со стороны, поскольку это полиция, это, скорее всего, МВД, есть какие-то рекомендации, как действовать в тех или иных случаях, мы видим, что есть какие-то слова, которые являются маркером, и которые, наверное, действительно могут принести какие-то сложности россиянам. В первую очередь, как правило, везде присутствует лозунг «Слава Украине», причем даже не знаем, всегда ли его говорят или нет, но в милицейских протоколах он всегда отражен, как это, в принципе, часто бывает, когда в милицейских протоколах люди даже участникам митингов там писали какие-то стандартные лозунги, и, возможно, «Слава Украине» также и тоже просто используется как такой стандартный слоган для того, чтобы привлечь к ответственности. Вот. И есть, конечно, какие-то, наверное, еще более детальные истории, это, может быть, та же история, да, с музыкой, с какими-то рисунками, где тоже люди, которые видят, либо слышат музыку, либо видят какие-то рисунки каких-то других людей они доносят, что еще может служить таким триггером, да, как бы за что могут написать. Но на самом деле вообще непонятно, потому что, возможно, есть какие-то бытовые истории, и люди, ну, как бы лже доносят, что называется. То есть это же тоже достаточно частая практика была, там, в 30-е годы в России, когда просто человек, который... Антисоветская пропаганда. Так, когда человек просто, который тебе не нравится... Что-то такое. Тебе не нравится, и ты просто пишешь на него жалобу какую-то, знаешь, анонимную, и там должен быть стандартный набор вот этот, что ты против того, что называется СВО, там, что-то такое. Просто сейчас такой тренд. Можно вот из этих всех историй составить какой-то, в кавычках, портрет среднего стукача на основе перечисленных вами судебных дел? Или это невозможно, потому что они в основном все анонимны? Да, в этом и ключевая проблема, что в основном-то эти люди анонимны, и портрет автора жалобы, он не виден за милицейским протоколом. Но, с другой стороны, наверное, можно предположить, что всегда есть какой-то, в принципе, типаж людей, которые часто жалуются на что-то. Да. На эти такие сутяжники. Вот, возможно, в их обществе, если ты живешь в России, и лучше вести себя осторожнее. Такие люди бывают, но часто бывают какие-то одинокие люди, которым, может быть, хочется какой-то деятельности, и они не находят реализации. Либо это какие-то действительно личные конфликты. Ну, знаете, между соседями часто возникают такие истории. Абсолютно. Главная здесь особенность, что это, конечно, некий бытовой уровень. То есть вот эта атмосфера какого-то противостояния, война против войны, она находится на бытовом уровне и становится поводом, вернее, средством решения каких-то бытовых конфликтов. То есть это уже не спор там в Госдуме или хотя бы в среде муниципальных депутатов, а это вот парикмахерская, бар, ресторан. Какие у вас еще там были, я помню, сауны, насколько я помню, да, примеры? Да, были. Ну, практически, в принципе, любые публичные места могут быть. Магазин «Пятерочка», да? Или там вот просто люди в квартире что-то отмечали, пошли куда-то в гости и что-то там кричали по дороге, и кто-то из жильцов пожаловался. Неблагонадежные гости приходили. Да-да-да. Либо это вот на даче. Тут есть случай, да, на садовом участке. Есть торговый центр, действительно. Есть случай вот в аэропорту, когда просто женщину оштрафовали за то, что она носила сумку, на которой был Путин перечеркнут. Вот. И кто-то на нее тоже донес. То есть все эти истории, они действительно могут происходить в любой более-менее публичной среде, где ты виден кому-то еще. Единственное, что может быть, вот что обращает для себя внимание, что нет какого-то массового такого, такой истории в Москве, например. Хотя протоколы в Москве есть, и судебная практика в Москве такая тоже есть. Но они как бы не выделяются какой-то массовостью. То есть скорее эта история характерна для нестоличных городов. Но в Питере, например, она встречается. В Москве это как бы не тренд пока. И где ваша корреспондентка чувствует себя свободно обсуждать какие-то проблемы на кухне, как обычно? Да, мне кажется, что уже скоро можно будет только где-нибудь в сигнале знаете, переписываться. Спокойно. Понятно. Спасибо вам большое, Алексей. Статью вы можете найти на сайте Верстка. Время колокольчиков, как россияне стали массово доносить на своих земляков, выразивших недовольство войной. Спасибо вам большое. Спасибо вам. С редактором Верстки Алексеем Невченко беседовала моя коллега Юна Джеймс. Вы слушали подкаст «Что это было?» Его можно найти на нашем сайте, в соцсетях, в Apple подкастах и на других платформах, в том числе и на YouTube. Подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, ставьте лайки, комментируйте. Благодаря этому о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Сева Бойко, а новый выпуск «Что это было?» уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин